Сейчас в клубе «Миппл» около 250 человек. Постоянного расписания игр нет, единомышленники собираются стихийно. Связь держат в одном из популярных мессенджеров. Базируется сообщество в кинотеатре «Искра». Мы вдохнули жизнь в кинотеатр, да, с учетом того, что мы сами знаем, что у нас происходит с кинематографом на сегодняшний день, особенно с зарубежным. После ковида люди устали от одиночества, да, и от закрытия дома. Они хотят собираться, они хотят общаться, и мы им даем возможность. Столы в холле кинотеатра доступны с 9 утра до 9 вечера. В эти часы члены клуба могут прийти и поиграть. Игры обычно приносят свои. В коллекциях некоторых геймеров десятки разнообразных настолок. В это прекрасное мирное хобби, которое развивает интеллект, и эмоциональный интеллект, и эмпатию, и многое-многое другое. Среди людей, которые занимаются настольными играми и погружены в эту тему какое-то время, я не встречал каких-то неприятных, в общем, это всегда были положительные, приятные, классные люди. Даже люди, у которых есть игры, сталкиваются с такой проблемой, что нету людей, с кем играть. И здесь они получают возможность в разные игры поиграть с большим количеством народа. Я люблю играть в игры настольные, потому что они очень развлекают, них интересно, есть чем бы заниматься. И это меня очень впечатляет. Помимо этого, у сообщества есть спонсор, который периодически предоставляет новые интересные игрушки. Мы оказываем спонсорскую поддержку, помогаем организовывать подобного рода встречи, организовываем турниры, являемся спонсорами игр и так далее. Навык уметь играть в настолки не обязателен. Представители сообщества всегда рады новым участникам и без труда обучают желающих. Здесь главный интерес. Миппл – это центр притяжения единомышленников, для которых настольные игры – философия. Настольные игры – это уже давно не пресловутая монополия или какая-нибудь мафия, их огромное количество. А жанры тоже очень разные. Есть игры, где надо подумать, стратегию разработать на несколько шагов вперед. Есть ролевые, где артистические какие-то данные очень важны. Есть сценарные, где команды, люди проходят, грубо говоря, сценарий книги, только в книге «Финал-1», а в игре они могут от своих действий прийти к разной концовке. За недолгое время своего существования клуб успел провести несколько любительских турниров. В планах продолжать эту работу. Участником сообщества может стать любой желающий. Возраст не имеет значения. Вся актуальная информация размещена на стендах в кинотеатре «Искра». Юлия Погасян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИДНОТВ.